В Краевом центре сегодня состоялся форум городского сообщества «Хабаровска. Цели, результаты, перспективы». В нем приняли участие более 700 человек из пяти районов Хабаровского края, Приморья и Еврейской автономной области. Открытый диалог представителей власти, бизнес-сообщества и общественников некоммерческого сектора проходил на площадках городского дворца культуры. Отмечая лучшие проекты, лучшую направленность, мы действительно говорим слова благодарности тем, кто ведет за собой людей, тем, кто работает с людьми, тем, кто большую часть своего личного времени уделяет работе с молодежью, заботе о подрастающем поколении. Нелегкое дело вести за собой молодых, научить их родину любить, взял на себя Центр военно-патриотического воспитания «Взлет». В прошлом году только в индустриальном районе Хабаровска в 18 школах были открыты юноармейские отряды. «Дети – это дети, им нужно соревноваться. Им нужно в любом случае быть лучшими. И если они соревнуются с другой школой, в разборке автомата, кто быстрее это сделает, они соревнуются со своими друзьями, со своими коллегами, со своими одноклассниками. Поэтому, и чтобы у детей была мотивация к развитию, мы создаем много юноармейских отрядов, чтобы впоследствии из них выбирать лучшие. В рамках форума участники посетили семинары, круглые столы и практикумы, посвященные проблемам оздоровления молодежи. Узнали, как стать интересными для СМИ, из чего начать подготовку заявки на конкурс краевых, муниципальных или федеральных грантов. Информация была очень актуальна, потому что я считаю, что молодежь призывает не только быть активными по своей жизненной позиции, но и призыв к тому, чтобы мы действительно развивали свой край, а именно город Хабаровск, масштабно, глобально. В этом году притворять в жизнь социально значимые проекты будет 21 некоммерческая организация краевого центра. Победители городского конкурса муниципальных грантов, прошедшего накануне, получили сертификаты из рук мэра Александра Соколова. Хабаровская краевая общественная организация «Клуб возрождения русского балла «Реверанс». Проект жизни – нескончаемый балл, а размер предоставляемого гранта – 200 тысяч рублей. В Хабаровске зарегистрировано около полутора тысяч НКО, треть из них – социально ориентированные. Активные общественники не первый год трудятся на общее благо. Они помогают детям из социально неблагополучных семей организовать свой досуг с пользой для здоровья и интеллекта, привлекают внимание общественности к проблемам инвалидов. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск. События. В рамках форума городского сообщества работало множество площадок. На одной из них были организованы мастер-классы по прикладному искусству. И они не для того, чтобы успокоить нервы или разработать моторику рук, а для того, чтобы познакомить нас с другой культурой, с культурой других народов. Например, здесь мы делаем поделки нарядных нанайских кукол. Важно знать, орнамент на одежде имеет свое значение. И что угодно уже не навырезаешь. Я услышала, что знак рыбы на женских халатах изображают кудачи. Серепаха – долголетие, мудрость, богатство. Что еще? Какие еще? Тигр – это, наверное, на мужских халатах больше. Да, чаще всего. Это мужество, защита и отвага. Рукоделие, шитье халатов, изготовление обуви из рыбьей кожи – это в основном удел девушек. Заодно обсудят все новости, песен напоются. Парням же нужна динамика, чтобы было куда адреналин выплеснуть. Меня учили кожу мять и рыбачить. Еще меня учили на лодке плавать. Мы хотели спросить, для чего это мне пригодится. Мне это пригодится, не знаю, может выживать в дикой природе. Кроме традиций коренных народов Севера, можно было прикоснуться к эстетике корейской культуры. Чем-то это напоминает японское оригами. Только больше внимания мелким деталям и изгибам. Приходят пенсионеры, общаемся мы, чей пейте устраиваем. В основном общение, и вот такую красоту мы создаем. Проект мастер-классы по декоративному искусству реализуется национальными диаспорами и ассамблеей народов Хабаровского края. Мода на хендмейт показала, что такие клубы очень востребованы среди населения, плюс формируется дополнительный интерес к истории и традициям своих соседей. Все эти мероприятия, эти проекты ориентированы в первую очередь на молодежь. И в преддверии важного такого мероприятия, события в жизни России, это 18 марта выборы президента Российской Федерации. Мы призываем всех именно принять участие, самое активное участие. Ну а после 18 марта ассамблеи корейских организаций и коренных малочисленных народов Севера начнут гастрольный тур с такими мастер-классами по другим городам Дальнего Востока. Научились вышивать и узнали много нового о нашем богатом крае. Мариана Гейт, Александр Марченко, Хабаровск. События. Ждем вас 18 марта. Игроки хоккейного клуба «Сканевтяник» подали заявление для голосования по месту нахождения. 18 марта, в день выборов президента России, спортсмены будут в Хабаровске. Прийти на избирательный участок по прописке они не смогут, так как зарегистрированы в разных городах. Несмотря на это, в грядущее воскресенье участники клуба поставят галочки в бюллетенях. Сейчас, да, когда становишься чуть взрослее, да, это более осознанный выбор. Раньше все равно меньше этим интересуешься, вникаешь в это, да, сейчас все равно больше смотришь и по телевизору, и в интернете, да, поэтому... Я думаю, что это будет более осознанный, да, уже выбор. Это твоя гражданская позиция. Либо ты активен, либо ты готов отдать свой голос кому-то. Либо ты будешь старания за тебя решать. В это воскресенье на избирательном участке номер 112 в Ерофии-арене хабаровчане смогут встретить не только хоккеистов. 18 марта здесь пройдет презентация фильма о недавно прошедшем чемпионате мира по хоккею с мячом. Гостей будут развлекать известные шаумены. Те, кто проголосовал на территории комплекса, получат подарки. Им будет выдаваться талон на получение подарка. И на втором этаже тут же можно получить подарок. Это по случайному выбору будет либо это билеты на хоккей, на каток или сувениры чемпионата. Заявления на право проголосовать не по месту жительства принимались до 12 марта. Сейчас списки уже сформированы. В будущее воскресенье в городе будут работать 225 избирательных участков. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События. Больше 90% хабаровчан пользуются электронными госуслугами. Об этом на заседании комитета по местному самоуправлению Хабаровской городской думы рассказал начальник управления информационных технологий Вадим Варады. Один из наиболее востребованных сервисов – электронный дневник. Одно из направлений муниципальной программы «Информационный город» – это как раз создание комфортных условий при предоставлении муниципальных услуг населению и бизнесу. Наиболее популярная услуга, конечно, до сих пор продолжается. Это получение информации о воспеваемости учащихся. Она до сих пор пользуется. Более 300 тысяч обращений в год. Многие жители краевого центра уже привыкли, не выходя из дома, записываться на прием к врачу, оформлять ребенка в детский сад или первый класс. Дистанционно заказать за кран паспорт, купить билеты на концерт или стадион стало возможным после начала реализации муниципальной программы «Информационный город». У нас все учреждения муниципальные, учреждения муниципальных предприятий подключены к нашей единой ЕМТС. То есть единой городской многофункциональной информационной сети. Как раз наше основное направление именно повысить скорость передачи данных. И у нас уже порядка 48% переведены с технологии 1G на 10G. То есть тем самым мы увеличиваем скорость передачи данных. Реализация программы «Информационный город» рассчитана до 2020 года. Автоматизация процессов межведомственного взаимодействия уже сейчас позволяет примерно в три раза сократить время на принятие управленческих решений. А создание единой геоинформационной системы объединит все ресурсы администрации краевого центра, что, по мнению чиновников, существенно улучшит инвестиционный климат в городе. Наталья Чернышева, Евгений Власов, Хабаровск. События. Соскучились друг по другу? Конечно. После зимней спячки они вновь вместе. Акция «Шаги здоровья» вернулась. Программа городского управления здравоохранения признана решать такие задачи, как профилактика заболеваний, консультации врачей, они всегда сопровождают группу. Но мы же понимаем, что на самом деле цель куда глобальней. Мы же любим общение, мы любим всех и вообще мы все очень классные. Сколько у вас перерывов было? Три месяца. Общение и движение – вот ключ к долголетию и хорошему настроению. Но болтать дамы могут бесконечно, поэтому переходим к физкультуре. Уличные зарядки – это тоже городская акция. Они начнут свою работу в мае в городских парках и на прудах. А пока желающие могут ходить в дома ветеранов и дома культуры. И шаги здоровья, и уличные зарядки – бесплатные для хабаровчан. Очень многие отзванивались и узнавали, во сколько, когда и где будет проходить это мероприятие. И сегодня я смотрю, уже студенты железнодорожного колледжа и медицинского вуза замерзли немного, пошли греться в музей Городекова. Ну а теперь внимание! Берите ручку, бумагу и записывайте телефон. 40 90 67. Это управление здравоохранения администрации города. Расписание шагов и зарядок можно посмотреть также на их сайте. А что вдруг решили походить? Заставили. У нас просто пары сейчас. Пару отменяем. Третью. А так с новым коллективом познакомиться. Конечно же, у молодежи энергии гораздо больше, чем у пожилых. И прогулка с лечебной физкультурой их точно не утомит. Шаги здоровья и уличные зарядки систематически посещают в основном женщины и мужчины за 50. И важно отметить, акции с каждым годом все популярнее и популярнее. С каждым шагом ощущается, что здоровья все больше и больше. Правда? Да, конечно. Мы гуляем, мы оздоравливаемся, дышим свежим воздухом. Компания хорошая. Очень приятно. Чувствуем себя все лучше и лучше. Обязательно присоединяйтесь. Акция пройдет до 25 ноября. Мариана Гейт, Дмитрий Попуша, Хабаровск. События. Долгих шесть лет хабаровские болельщики не могли ощутить на себе всю прелесть матчей на вылет. И вот свершилось. Правда, соперник «Тиграм» достался самый, что ни на есть подходящий для того, чтобы совершить подвиг. Казанский «Акбарс» – безоговорочный лидер Восточной конференции. И один из претендентов на то, чтобы в финале розыгрыша Кубка Гагарина попытаться найти свои аргументы против питерского СКА. Другими словами, опять же совершить чудо. Чудеса, конечно, случаются, но реже, чем в каждом матче. Первые две игры серии плей-офф «Амур» проиграл в Казани, а 7 марта сделал роскошный подарок болельщикам и болельщицам, победив 4-1. Кстати, это была первая виктория Амура в плей-офф КХЛ. Развить успех не получилось, и на следующий день «Барсы» взяли реванш у «Тигров». Кстати, если вы думаете, что в матче плей-офф между «Амуром» и «Акбарсом» команду из Татарстана в фан-секторе «Акбарса» поддерживали только болельщики из Казани, это не совсем так. Здесь эту команду, вернее, команду болельщиков усилили местные хабаровчане. Мы, естественно, как хабаровчане, в глубине каждого сидит Амур. Но мы просто искренне также болеем за «Акбарс», потому что мы татары, многие приезжие, но мы непосредственно из Татарстана. Поэтому, в принципе, 50 на 50 тут и хабаровчан, и приезжих ребят тоже. Болельщики, которые приехали именно из Казани, не то чтобы обрадовались поездке на Дальний Восток, но остались довольны. Честно говоря, мысли такие были, но как сложилось, так сложилось. Выбирать не приходилось. «Амур» – значит «Амур». Отдельная тема – это судейство. В двух хабаровских матчах многие болельщики были, мягко скажем, недовольны большим количеством удалений в составе «Амура». Острый на язык журналист Алексей Шевченко был не так категоричен. Ну, почти. Арбитры нормально работают. Со своими ошибками, недостатками, как и со своими ошибками играет Алексей Бывальцев, например. У него тоже много не получается. Так или иначе, «Тиграм» в этом году удалось продлить сезон на пять матчей с «Акбарсом», попасть в заветный плей-офф и обновить несколько клубных рекордов. Например, по количеству набранных очков в регулярном чемпионате и по числу побед в плей-офф КХЛ. Сергей Щербаков, Александр Марченко. «Хабаровск. События». А вы знали, что борьба – это тест. Тест на психологическую и физическую устойчивость. И кто сдает этот тест на отлично, достигает успеха в жизни. Чему учат борцов и к чему они приходят через годы тренировок, мы узнали на первенстве Дальнего Востока по борьбе. Мертвой хваткой борцы цепляются за победу. На первенство Дальнего Востока по греко-римской борьбе в Хабаровск прибыло более ста сильнейших атлетов нашего региона. Те, кто провел тысячи схваток и научился побеждать с помощью силы рук и силы ума. Ум все равно нужен, чтобы подумать тактику и грамотно сделать бросок. Выигрывает тот, у кого быстрее работает голова, быстрее мозги работают, кто быстрее может адаптироваться ко всем перипетиям борьбы, ко всем случайностям. Ко всем случайностям борцы готовы, как выстоять на ковре и крепко стоять на ногах в жизни. Их учат ветераны этого вида спорта. Благодаря старшим товарищам юные борцы забыли такое слово, как сдаваться. Борцы никогда не сдаются, даже если проигрывают. Они говорят, да, мы проиграли, но мы не сдались. Вся жизнь борьба. Как зашли на ковер, так до сих пор и боремся. Везде и всегда. Ну, как бы так. Наверное, тренера и детей этому учат, новых воспитанников. Большинство медалей на первенстве Дальнего Востока взяли атлеты Хабаровского края. Это те ребята, которые смогли постичь науку борьбы. Ее суть в самосовершенствовании. Каким ты стал после занятия борьбы? Я стал физически крепким. Дисциплина появилась. Начал хорошо думать, мышление развивать. Вот у нас традиционно Хабаровский край занимает ведущие местом в Дальнем Востоке. Ну и в рейтинге среди субъектов Российской Федерации, которых больше 80, мы всегда в десятке находимся. Потому что в крае работает больше 30 человек тренеров, до 1500 человек занимающихся. Победители первенства Дальнего Востока по грехо-римской борьбе получат шанс на попадание в сборную России. Хабаровская школа входит в десятку лучших в стране. Наши борцы выступают на всероссийских и международных состязаниях. Никогда не сдаваться и побеждать спортсменам дальневосточной столицы желают Павел Игошин и Александр Марченко. Хабаровск. События. Редактор субтитров А.Семкин